Путин во Внуково встречает Красикова утрапа самолета, обнимает, говорит, здорово. Вадим Красиков был осужден в Германии из-за убийства. Какие эти кадры у вас вызывают чувства? Германия пошла на этот шаг, и Олаф Шольц, и министр юстиции Германии объяснили то, что произошло, почему Красиков все-таки выдан. Они нашли юридическую лазейку, это было очень-очень непросто. Помимо юридической лазейки, которую говорил министр юстиции, была еще, конечно, и моральная сторона. Естественно, выдать убийцу, это означает, собственно, как и говорили немцы все эти годы, что на его место приедут еще пятеро, поскольку Путин как бы гарантирует убийцам свою полную защиту. Ну, так было всегда с режимами. Вот в Москве на Кунцевском кладбище, в центре, есть могила со звездой героя СССР и надписью «Меркадер Рамон Иванович». Это убийца Троцкого. Так было всегда. Луговой убийца Литвиненко, депутат Государственной Думы и почетный член всего на свете. Да, Россия демонстрирует вот такую лояльность к своим убийцам. Права ли Германия, отдав Красикова? То, что мы услышали, кто-то сегодня утром, кто-то ночью, у кого какое-какое время дня, от Владимира Карамурзы. И слова, которые, мне кажется, очень точные по отношению к этому, что произошло. Я думала, что я умру в Омске, мне сейчас кажется, что я в камере, нет ничего важнее человеческих жизней. 16 человек обменили фактически на одного Красикова. Ну, давайте называть вещи своими именами. В общем, по большому счету, все остальное добавка. Путин нужен был Красиков. 16 жизней. Добавьте к этому родителей, мужей, вот таких, как Алмаз, детей, 16 жизней. Это много. Если я правильно понимаю, этот обмен, это некий первый случай в истории, когда страны Запада освобождают российских граждан, осужденных за антивоенные высказывания. Как в Германии вообще к этому приготовились? Как приняли такое решение? Решение принималось действительно крайне тяжело. И сейчас, мы вчера видели мнение и следователей, и разнообразных немецких силовиков, и политиков, которые очень сожалели о том, что Красикова пришлось отдать. Но Красиков сидел практически ровно пять лет. Он был задержан, арестован в августе 2019 года. И все эти пять лет он молчал. Он вообще молчал. Разговаривал между дометиями. Не потому, что не знает немецкий, его представляли в разнообразных переводчиков. Он молчал. И совершенно понятно, что следователи надеялись, надеялись с ним еще дальше поработать. И что-то из него еще вытащить. Тем более, как мы понимаем, там было что вытаскивать. Они действительно с Путиным, судя по всему, очень давно знакомы. Судя по этой встрече с розовыми розами и вот этим здорово. Я не знаю, имел ли отношение, естественно, Красиков к убийству Анатолия Собчака. Возможно, да. Но есть еще и убийство Романа Цепова. Есть убийство вице-губернатора Маневича. Есть много еще странных смертей. И, по крайней мере, к двум он совершенно точно причастен. К убийству, например, одного предпринимателя. Это уже понятно. К убийству он в Карелии. Он даже был задержан, но потом очень быстро отпущен. Красиков, да. Профессиональный ФСБшный киллер. И человек, который, да, давно был знаком с Владимиром Путиным. Поэтому, конечно, он много чего знает. Но он бы и дальше бы молчал. А самое-то главное, дальше я думаю, что это как раз вопрос к Ивану. Дело в том, что, да, Европа старается защищаться от приезда подобных убийц. Но это сделать довольно тяжело. В принципе, Красиков приехал тогда, когда еще границы были открыты. Но теперь, вот на фоне обещаний Ормана открыть границу для россиян, ну, в общем, тем, что одного убийцу не отдадут, вряд ли мы все будем застрахованы. Москва получила Вадима Красикова. Можем ли мы себе предположить, что подобные схемы будут продолжаться? Что в России будут продолжать задерживать иностранных граждан, для того, чтобы менять их снова на шпионов? К сожалению, да. К сожалению, да, именно это и будет происходить. И, собственно, критики этой схемы обмена об этом уже вовсю говорят. Вспоминаю, в том числе, печальный израильский опыт по этому поводу. Но, слушайте, вообще любой обмен – такой процесс творческий. Я думаю, что сейчас на очереди будут другие обмены. Прежде всего, обмены украинских коллаборантов, работающих на оккупационный режим, на, возможно, на оставшихся политзаключенных российских по схеме Дмитрия Муратова. Возможно, на украинских военнопленных и украинских цивильных заручников, содержащихся. Гражданских, гражданских заложников. Да, похищенных. Этот процесс будет продаваться в любом случае. И в любом случае это каждый раз. Это каждый раз абсолютно своя история. Нет двух похожих, одинаковых обминов, нет двух похожих, одинаковых условий. Не бывает.